Приветствую всех выживших! С вами, как всегда, я Гост, и мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсисе в GTA 5. В прошлой серии, друзья, как вы помните, мы с вами навестили Майкла, который успешно излечился от зомби-вируса. И вот сегодня, друзья, мы с вами будем уже выживать с нашим другом Майклом. И отправимся мы с вами, как я и обещал, на поиски нашего последнего друга Франклина, которого мы с вами уже очень давно не видели. И на самом деле, я даже не знаю, жив он или же нет. Ну что ж, друзья, в самом начале этого ролика я, конечно же, хотел бы попросить вас не забывать ставить лайки. Если вы, ребята, хотите увидеть поскорее новую серию выживания в зомби-апокалипсисе, то давайте наберем под этим роликом 6000 лайков. И как только они наберутся, друзья, я запишу для вас следующую серию. Чем быстрее это произойдет, ребята, тем быстрее новый ролик. Поэтому ставьте лайкосик прямо сейчас, не ленитесь. А, в общем-то, подписывайтесь на канал, если вы не были подписаны. Здесь вам будет очень интересно, я за этим прослежу. Ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Так, Майкл, давай быстренько запрыгивай уже в нашу тачку и будем потихонечку отсюда уезжать. Потому что зомби начинают потихонечку к нам подходить все ближе и ближе. Ну что, друзья, в общем, сегодня, как я и обещал, мы с вами будем искать нашего друга Франклина. Честно говоря, мест, где мы можем его поискать не так уж и много. Само собой, ребята, самое главное место, куда бы я хотел сегодня направиться, это дом Франклина. И, в общем-то, сегодня туда мы с вами и заедем. Но перед этим, конечно же, ребят, нужно будет маленько нам с вами прочесать город, посмотреть, что здесь вообще нового происходит. Конечно же, я также хотел бы подобрать немножечко различного лута. Так, у нас там с вами очень много зомбаков бегающих. Так, давайте-ка посмотрим лучше на карту, ребят, где у нас есть ближайшие магазины. Ближайшие магазины... Так, их тут так-то, на самом деле, не очень много, насколько я знаю. У нас есть магазин вот здесь. Да, вот он, отмечу, у нас на карте. И где еще? Вот, вот, ребят, один магазин. Давайте сейчас на него поставим меточку и будем двигаться в сторону этого магазина. Я уже давненько не выезжал за провизией, поэтому, ребят, думаю, в начале этой серии нам нужно будет маленько заняться решением этого вопроса. Потому что еда все-таки потихоньку кончается. Как вы знаете, я на базу приезжаю достаточно редко. Ну, поэтому приходится добывать ресурсы прямо во время вылазок. Так, ну что ж, мы с вами уже практически, кстати, подъезжаем к магазину. Капец, как много зомби, на самом деле, ребят, в городе. Я сейчас боюсь, что если остановлюсь в том месте, то зомби меня просто кружат. Ну, ладно, я сегодня хотя бы не один. Со мной Майкл, я думаю, что в случае чего он меня прикроет. Стрелок из него очень хороший. Да и оружие, в принципе, у него неплохое. Поэтому, в целом, не будем шибко переживать. Так, ребят, мы с вами уже, судя по карте, подъехали к этому месту. Я, кстати, еще ни разу не был в этом магазине. Я его не смотрел. Так, да, ребят, вот тут есть вот такой магазин небольшой. Все, давайте тогда выходить из тачки. Так, берем сразу же дробовик в руки. Так, оу-оу, по кому там стреляет Майкл? А, по зомбакам. Ну, все, давай, дружище, прикрывай меня пока что. Я быстро пролутаюсь. Сейчас просто мигом вот таким вот образом соберем все, что здесь имеется. Так, сторожи, сторожи, вход Майкл. Мне не надо, чтобы зомби зашли вовнутрь, потому что, если такое произойдет, будет очень плохо. Нас просто могут зажать. Патронов у меня, ребят, как всегда, немного. У нас в каждой серии есть проблемы с патронами. Но вы сами, я думаю, понимаете, что сейчас все-таки зомби-апокалипсис как-никак. Поэтому добыть патроны очень сложно. Приходится добывать их как раз-таки из контейнеров с аэродропами. А они появляются, я бы сказал, не так уж и часто. Да и в целом, каждый раз, когда мы едем за такими контейнерами, это определенный риск. За нами, кстати, едут бандиты. Они просто меня решили, видимо, преследовать. Я думаю, что стоит задать им небольшой урок. Сейчас, я думаю, Майкл этим займется вот на таком пулемете просто. Давай-давай, Майкл, зачищай их вот таким вот образом. Отлично. Всего два бандита было, нифига себе. Они стали ездить такими маленькими группками, что ли? Вот сейчас я еду в дом Франклина, и у меня не пропадает просто одна мысль из головы. И, понимаете, Франклина мы уже очень давно не видели. Вообще, с самого начала нашего выживания, второго сезона. И что с ним сейчас происходит, я вообще не знаю. Он вполне себе мог уже превратиться в какого-нибудь зомби. Или, не знаю, что еще похуже, просто умереть. Хотя, сложно сказать, что хуже превратиться в зомби или умереть. Такой достаточно спорный вопрос, как я думаю. Мне кажется, что лучше все-таки умереть, чем становиться каким-то зомбарем. Хотя, в целом, учитывая, что у нас на базе имеются врачи, которые могут излечить от зомби вируса, конечно, не в большом количестве пока что людей мы можем лечить. Но все-таки каких-то определенных лиц мы можем излечать. Поэтому, я думаю, что все-таки, даже если Франклина кажется зомби, мы сможем его спасти. Главное, чтобы он был у себя дома, и нам не пришлось его потом искать по всей карте. Так, капец, сколько машин наставлено и зомби. Что-то как-то очень много здесь у нас находится. Такое чувство, что эту дорогу уже давно никто не защищал. Ну, скорее всего, так оно и было. Я тут ни разу не видел каких-то людей. Поэтому зомби, я думаю, здесь будет вообще-то предостаточно. Так, давайте, в принципе, уже будем выходить из тачки. Сейчас зачистим эту местность от зомби, чтобы они за нами не забежали. Так, эй, получай, блин. Вот так, хорошо. Так, там еще у нас подходит одна. Вот так, отлично. Так, быстро пролутаем, ребята. Я, в целом, кстати, могу крафтить патроны из вещей, которые мы добываем с зомбарей. Просто на патроны уходит очень много ресурсов, поэтому у меня не всегда получается их скрафтить. Тем более, во время наших вылазок. Когда мы на вылазках, все-таки нам очень часто приходится отстреливаться от толп зомби или же нападать на бандитов. Так что времени на крафт у меня попросту бывает не хватает. Так, Майкл, тебя опять кусают. Ты давай как-то поаккуратнее, блин. Если его сейчас снова укусит зомби и он инфицируется, это будет, конечно, очень неприятно. Поэтому нужно быть как-то аккуратнее, Майкл. Давай, осматривайся по сторонам. Не вижу я смысла перестреливаться больше с этими зомбаками. Такое чувство, что их становится все больше и больше. Мы, в общем, решили отступить наверх для того, чтобы скрыться от зомбарей, отвезти их маленько подальше. Ну и, конечно, уже пройти к самому дому. Меня сейчас это волнует намного больше, чем просто перестрелка с зомби. Так, Майкл, давай очень аккуратненько будем проходить. Зомби пока что рядом я вообще не вижу. Это очень хорошо, значит, не все сбежались в ту часть. Так, что у нас здесь? Так, спокойненько. Ребят, походу, дом Франклина занят кем-то другим. Это кто стоит там? Погоди, я даже не понимаю. Походу, ребята, это бандиты. Ребят, это 100% бандиты, посмотрите. Я уже вижу, что они не в обычных костюмах выживальщиков. То есть, ну, вы прекрасно видели, как выглядят обычные люди, которые, допустим, живут в Хилтепеле, которых мы встречаем постоянно. Здесь по-настоящему видно, что это бандиты. Так, ребят, хорошо. Значит, сейчас нам нужно будет очень аккуратно действовать. Территорию нужно будет полностью, само собой, зачистить. Конечно, лучше всего начать издали. То есть, я при помощи снайперской винтовки расстреляю какое-то количество этих бандосов, хотя бы сниму снайперов. После чего начнем уже проходить ближе. Так, ну что ж, в общем-то готов, Майкл? Я надеюсь, ты приготовился, потому что сейчас, по всей видимости, будет очень неплохая заварушка. Так, ну что ж, вон стоит один. Так, сейчас мы вот так вот выйдем. И вот так, отлично. Первый готов, второй тоже. И третий. Вот таким вот образом. Все, можно проходить. Блин, вот это я нормально сейчас навернулся. Так, ну я надеюсь, что все в порядке, ничего не сломал. Так, все, берем, ребят, калаш в руки. Снайперы мертвы. Так, воу, все, проходит ко мне уже. Так, быстро их отстреливаем всех. Так, отлично, первый готов. Так, вон там еще есть. Хорошо, их убиваем. Так, откуда стреляет? Понять не могу. Откуда-то с той стороны. Так, Майкл прикрыл, нифига себе, красавчик. Там, чувак, видели, был красная метка была, она сразу же исчезла. То есть, меня просто взял и прикрыл Майкл. Молодец. Так, ладно, хорошо, давай проходить. Капец, тут сколько машин стоит на самом деле. Все бронированные тачки вы заметили. Ну, само собой, в зомбиапокалипсисе только на бронированных тачках можно выживать на самом деле. Так, ну что ж, у нас тут происходит. Так, тут еще есть какие-то люди. Воу, так, я не понимаю, это, это челики из этой банды или нет? А, все с оружием ближнего боя. Так, убиваем их. Отлично. Так, этого тоже убиваем, ребят. Так, где Майкл? Майкл, по всей мере, все на улице остался. Воу, нифига себе, с пулеметом просто стреляет. Так, хорошо, берем, короче, дробовик и начинаем уже им защищать. Так, здесь чисто, чопа нет. Блин, чопа нет, ребят. Думал, что если кого-то не найдем, хотя бы найдем чопа. Так, я какие-то координаты, по всей мере, получил или что это было? У меня просто достался телефон. Сам как-то, я вообще не понял. Так, это что было? Такое интересно. Мы, походу, получили либо какое-то сообщение, либо, как я понял, координаты какие-то. Очень странно. Так, ладно, давай зайдем с этой стороны. Так, хорошо, что у нас есть кто-нибудь в доме? Я в доме не могу достать оружие. Это очень плохо на самом деле, ребят. Я сейчас не смогу воспользоваться ни оружием ближнего, ни дальнего. Поэтому я пока что лучше выйду на улицу. Убью всех, кто здесь остался, для того, чтобы я был уверен, что все-таки сейчас здесь безопасно будет. Так, ну что? Есть кто-нибудь? Так, Франклин? Франклина нет, ребят. Тут эти чуваки только. Так, я понял, хорошо. Так, внутри. На кровати нет Франклина. Блин, может, не его в плену держали, я не знаю. Так, давай попробуем пробежать по дому. Ну, посмотрим уже все-таки. Я рискну маленько, ребят, но другого выхода просто нету. Если что, у Майкла вроде как оружие в руках должно быть. Я думаю, он прикроет меня в случае нужды. Так, ну что, есть кто-нибудь? Вообще никого, ребят. Мы убили всех, и плюсом к этому я не вижу больше других людей, в том числе и Франклина. По всей видимости, дома его здесь и не было. Я думаю, что его давно здесь не было, потому что эти бандиты просто заняли весь дом, отцепили всю территорию, уже даже свой вертолет там приволокли, я видел. Короче, ребята, дела поворачиваются очень интересно. По всей видимости, в этой серии мы с вами Франклина не найдем. Вот за что я люблю, ребят, такое выживание, так за то, что я никогда не знаю, что произойдет дальше. То есть, я не могу сказать, что мы найдем с вами Франклина в этой серии или в следующей. То есть, может произойти все, что угодно, ребята. И, в принципе, нам остается с вами только идти дальше. И выполнять задания, в принципе, которые нам постоянно дают выжившие. Помогать им, ну и, конечно, выполнять свои миссии. Майкл, ты что мне мешаешь, ты так капец, чуть сам не упал. Короче, я думаю, ребята, что как раз-таки то сообщение, быть может, которое я получил на телефон или что это? Как мне его тыскать? Может, здесь? Да, друзья, в этом сообщении были координаты и была приписка. Франклин. То есть, по всей видимости, Франклин находится где-то по этим координатам, которые я получил. Но что это за место, ребята, я не знаю. И что там будет, мне тоже абсолютно неизвестно. Ох ты, ё-моё. Зомби начинают потихонечку уже сбегаться к этому месту. По всей видимости, на стрельбу толпа вернулась обратно. Но, в принципе, это и неудивительно. В общем, друзья, я думаю, что в следующей серии мы с вами уже выдадимся по тем координатам для того, чтобы посмотреть, что там такое вообще находится. И если я там обнаружу Франклина, я буду очень рад, друзья. Ну, а вы, если хотите увидеть продолжение, конечно же, не забывайте ставить лайки под этим роликом. Само собой, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ох, ё-моё. Сейчас мне придётся всю эту толпу зомбарей сдерживать. Они уже потихонечку уйдут сюда. Так, ну, не надо в том направлении всё-таки двигаться, потому что тачку я оставил именно там. Ну что ж, ребят, в общем, надеюсь, что ролик вам понравился. Конечно же, ребята, желаю вам всем удачи и удачи в вашем выживании. Пока-пока-пока-пока.